Приветствую, Сирооболовное Братство! Знаете, о чем мечтает любой фидерист? Нет, не поймать большого леща, тем более карпа. А каждый фидерист, в принципе, мечтает о новом ведре для прикормки. Желательно, чтобы там было надписи, типа Мавер, Сенсас. Так, чтобы разнообразить их серый досуг, я предлагаю им сделать из фидерного удилища спиннинг. Причем, курочить его не надо будет ваше удилище. И вы в любой момент, когда вам будет грустно на рыбалке, сможете поспиннинговать. Так, для начала вам надо найти старое советское удилище. Или что-то в этом роде. Или из дешевых вот этих. Вот у меня удочка у него детства. Ей уже 40 лет. Вот, сейчас я вам даже скажу, с тестом она была от 4 до 10 грамм. Ну, что такое-то, это, в принципе, несущественно. Здесь главное, чтобы катушку можно было закрепить и кольцо первое было такое покрупнее. Затем берете, они там обычно были вот такими штуцерными соединениями железными. Вот вы их снимаете, этот штуцер. Все, в принципе, тот спиннинг, он никому не нужен. Вот, найдете где-то там на свалках, там распродажах. Затем берете от вашего фидерного удилища, вот, третья коленца, последняя, так сказать, куда вставляются. Вот, сейчас я вам покажу, у меня два удилища. Вот у вас будет, вот у меня уже 6 кончиков для спиннинга. Причем с тестом от 20 грамм до 150. Вот, выбирайте любой себе по жесткости, и будет у вас шикарный, уже с колечками, со всеми делами. То есть, если взять, сейчас я вам покажу, вот это коленца сюда вставляется. И вот получается, считайте, половина спиннинга. Теперь, старый-старый спиннинг. Мы вставляем штекерным способом вот сюда. Она шикарно сюда входит. Все железно, все зафиксировано. Вот у вас получился спиннинг. Недолго думая, ничего не ломая. Шикарный спиннинг. Вот, с разным тестом кончиков. Вот такими. Причем игра у него шикарная. Я вчера выходил на рыбалку. Вот, там снимал, как я забрасываю. То есть, как бы проверил. Шикарно работает. Даже, где-то там блесеньки легчайшие. Там, где-то даже меньше грамма. Но, я там ставил железный поводок, потому что сама блесенька просто так не летит. То есть, где-то грамма 2-3 она летит шикарно. Шикарно, то есть, на метров 15. Вот, я забрасывал. На берегу забросил, шагами отмерил. То есть, перезошли все мои ожидания. Обычные блесна летят по другой берег. Все. Осталось вам взять сюда катушечку. Вот, присоединить. Сейчас мы его. И у вас спиннинг получается, ну, немножко тяжелее. Самых легких. Вот, если легкие там 80 грамм, 10. Вот этот будет 160 грамм. Ну, с катушкой, естественно, уже потяжелее. Ну, катушки всякие разные бывают. Вот, само удилище будет 160 грамм весом. То есть, она хорошенькая. Легенькая. Вот так-то. Все. Вот это, в принципе, что я хотел вам рассказать. Не надо не стругать, не пилить, не точить. И, в конце, допустим, рыбалки вы просто снимаете вот это. И пользуетесь его как штекерным удилищем. Все. Все целое. Все у вас в пределе, так сказать. Ребята, ну, я так обращаюсь к узкопрофильным, типа рыбалом, который вот зациклилась на какой-то виде рыбалки. Разнообразьте ваш досуг. Я думаю, вам будет намного интереснее на рыбалках. Бывают же такие дни, что там не клюет. Мирная рыба. А окунь там жерех под берегом гоняет. Ай, вот сердце обливается кровью. А вы берете спин и ловите его. Вот так-то, ребятки. Все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Если было вам интересно, конечно. И все. Хорошо. Ну, хорошо же. Так, ребята, сейчас будет самое интересное. Я буду вот такую блесенку, которая весит, наглядно, меньше грамма. Сама по себе она не летит, но с поводком, металлистик, который уже тяжелее этой самой блесенки, она летит где-то на метров 15. Вот. Так что, шикарная вещь. Осталось еще только поймать что-нибудь. Но она уйдет себе. Колеблется. Сейчас я заброшу. Вот так. Я думаю, что это... Дело техники. Где-то мы найдем латвичку и попытаемся ее поймать. Мы найдем латвичку. Дело техники. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!